Центральной темой обсуждения с полкома стала реализация госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Главный врач Бобруйской центральной больницы Владимир Гацко обозначил, в городе ведётся большая работа по повышению престижа семьи, однако показатель рождаемости у нас, к сожалению, низкий. В прошлом году на свет появились 2024 малыша. Это на 8 процентов меньше, чем в 2017. Тенденция на снижение наблюдается и сегодня. В первом квартале родилось на 30 детей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время медики активно занимаются профилактикой абортов. И в этой сфере есть хорошие показатели. На базе женских консультаций проводится предабортное психологическое консультирование. 100 процентов женщин охвачены. По результатам 2018 года почти 14 процентов женщин сохранили беременность. По итогам работы за первый квартал 15,12 женщин сохранили беременность. На базе женских консультаций родильного дома сформирован регистр поведения бесплодных пар. Кроме того, разрабатывается план по снижению смертности трудоспособного населения, в том числе от суицидов и злоупотребления спиртным. По статистике, за прошлый год от отравления алкоголем в Бобруйске умерло 49 человек. Из них 40 не дожили до пенсионного возраста. Если взять, опять же, среднестатистический портрет умершего от случайных отравлений алкоголем, выглядит следующим образом. Это мужчина трудоспособного возраста, нигде не работающийся и не учащийся среднего возраста. Задача, которая предстоит на 2019 год и последующая, работать с данной категорией. Вопрос в плане трудоустройства. Вопрос в плане психологической работы. Вопрос в плане взаимодействия УВД, соцзащиты, наркологической службы. После доклада главного врача города председатель Бобруйского городсполкома Александр Студнев отметил, решение сложившейся демографической ситуации зависит не только от здравоохранения, но и совместной работы учреждений и структур. Сегодня у нас 2019 год, и нам надо исправить ситуацию в этом году. И для этих задач, которые мы должны поставить перед собой, мы должны расписать каждому отделу, управлению, от кого это зависит. И что нужно нам в первую очередь сделать? Если нужно закрепление медработников, где? Если надо больше внимания сегодня уделить профилактике и обследованию, как, с кем и где нужно работать. Из важных позитивных моментов было подчеркнуто. В городе действует пилотный проект «Заботливая поликлиника» и система электронных рецептов. Программы помогают улучшить качество медобслуживания и держать на контроле базисную терапию пациентов. Укрепляется и материально-техническая база лечебных учреждений. Приобретается высокотехнологическое оборудование при поддержке Министерства здравоохранения. Людмила Любимцева, Иван Боровой, Бобруйск, 360.